всем приветики решила сделать обзор на эту мышку хотя у меня она уже очень давно но дело в том что она сломалась у меня она с 15 даже с 14 года по-моему было или с 15 с 15 года я купил одну такую мышку она у меня поработала месяц и перестала работать сенсор я ее тогда дал по гарантии мне дали другую мышку там подтвердилась до что сенсором проблема дали другую мышку в другой мышки все было нормально она будет поработала вот она год поработала и то же самое перестал работать вот этот вот сенсор то есть она работает но нету движение курсора так все клавиши все колесик все кнопки все работает когда двигаешь курсор не двигается то есть сенсор этот сломался и поэтому я решил что чего она просто лежит как бы ремонтировать ее не буду наверное но это надо мастерскую нести чтобы не разбирались смотрели ремонт наверно останется в такую сумму что можно новую мышку купить я так думаю потому что сенсор это же самая основная как бы штука кнопки это уже так самое главное это сенсор а если ее выкидывать так типа хоть обзор снять чтобы видно было какая у меня мышка раньше была пришла приходила на мне в такой коробке это был по-моему 2015 год я ее купил где-то в середине 15 года попользовался она мне сломалась и дал на этот по гарантии мне прислали другую и год я пользовался и потом она сломалась у меня как раз ровно годик поработала и все хотя гарантия 3 месяца только такой вот коробочки найдет эта штука переливаются джиггс гейминг значит так круто выглядит именно взял за то что она так круто выглядит как бы от фирмы джениус джиниус джиггс гейминг круто выглядит так переливается сама такая прям как как какая-то автомобиль какой-то такой весь с фонарями крутой такой скорпионцы более мой знак зодиака скорпион кучу кнопок у нее дп и большой в общем много чего гейминг такое крутой на самом деле но некачественная потому что если две мышки подряд сломались средной и той же проблемой значит они бракованы какая-то голографическая наклейка она переливается скорпиончик тогда еще только windows 8 был десятки еще не было только появился по моему ничего почему то здесь так а здесь так как-то наверх ногами сзади какие-то расписаны функции user defined меню да кстати на компьютере есть программа в которой можно назначить то есть ты можешь сам задать цвет вообще полностью всего то есть ты можешь сдать любой цвет на на любой светодиодом где здесь есть свет спереди там где там еще был по моему колесик скорпион светился если не ошибаюсь вот эти штуки светились где можно создать цвет и клавиши можно запрограммировать там типа макрос и что такое я уже не помню я с шестнадцатого года ей уже не пользуюсь и она не просто лежит и похоже что будет лежать уже двадцать первый год то есть уже пять лет она лежит хотя по сути зачем она лежит я можно выкинуть ну либо разобрать там и вытянуть у него есть бы провод может пригодится я не знаю может отдать кому-то кто умеет чинить починили чтобы характеристики потом и здесь что-то на русском усовершенствованный игровой лазерный датчик с разрешением 8200 депой то есть это уникальная подсветка то есть здесь был лазерный как бы а сенсор и он даже не светился обычно мышка снизу светится красным а здесь она даже не светилась то есть просто просто такая вот штука которая даже никак меня не отображалась характеристики и и но к сожалению мышка поработала не сильно долго я тогда перешел с тех пор на ту которую у меня сейчас у клик еще когда я покупал не уверен был будет ли она долго работать она работает до сих пор протоклик такая простая до сих пор работает вот так вот выглядит коробка со всех сторон и осмотрели мы внутри открываешь здесь тоже расписано все типа провод память там какая-то что-то там дизайн все такое наклейки и сказать и да снизу грузики в нее можно вставить лазер как раз таки на 8000 дипа и вот они грузики сами я правда не помню где не делись программа ну и вот тут она лежала ну а дальше мы просто достаем ее отсюда снизу открывается и можно достать здесь уже все запылилась тогда вновь на хранится хоть она и закрыта но все равно все равно туда что что-то она попадает здесь было наклеечка открывалась и здесь здесь была такая штучка которая фиксировала это просто картонка которая не давала болтаться просто кусок картонки вот был здесь им можно достать вот эту штуку все там в коробочке больше ничего нету коробочку принципе мы с вами уже рассмотрели нужно ее убрать подальше чтобы она нам не мешала принципе здесь тоже ничего такого нет это просто кусок пластика то есть здесь лежала мышка а внутри просто пластик хотя я решил распаковать убедиться оказалось не просто пластик вот сам пластик под которым лежала мышка коробочки под ним была такая вот блестяшка переливашка что мышка более красиво выглядела а самое главное лежала вот такая штучка там еще в ней была стяжка для провода она собственно была на самой мышки и и снял потому что она мне мешала и здесь был кабель и грузики я думал куда они делись они как-то здесь спрятаны были ну и все и больше здесь ничего нет ну и вот собственно сама мышка сама мышка здесь были еще драйвера собственно с них и устанавливается на компьютер пакетики в этом с них и устанавливается на компьютер программа которая управляет мышкой здесь какое-то руководство гуайт руководство на только она как-то открывается не в ту сторону обычно слева направо а тут справа налево то есть я на разворачивается или что а это плакатик типа ну да он так разворачивается и здесь пишется всякая разная информация об установке типа где можно скачать видимо да если вдруг что-то не так но качать я думаю не нужно вот русские то есть это разные языки просто из испаньола это не алла франциола д д д д чешки короче португальский могу арску польску короче всякие разные языки на всех языках в основном есть вот русский язык если вам нужен английский русский вы можете почитать все вы живете в других странах то для вас для вашего языка вы можете найти интерфейс на сайте но а если нет то в принципе вы можете его найти на этом диске и вот с этого диска установили с драйвером и драйвера и программа все сразу он еще кстати такой новенький такой вот прям приятненький но я бы правда особо не пользовался вот он диск челюш чила я чего я купил мне понравился вот этот дикий стильный внешний вид такой строгий классный какая-то машина крутая выглядит ну вот он диск такое особо особо не затертый новенький вот такой вот диск в комплекте потом была еще еще какая-то вот так вот выглядит реально как автомобиль такие фары горят так что у нас тут еще что-то на английском какое-то описание непонятно тут уже языки пошли надо найти русский так украинский русский болгарский русского я не вижу значит где-то мы пропустили я знаю что надо сделать если ты сомневаешься или потерялся поставь на паузу вот он русский его реально не нашел и вот он на второй странице я выдумал здесь нету и так искал после паузы долго подсоедините включите обнаружьте не позиция замышленности к нам и зеркальном стиле подожди я пользовался но мне коврик был да у меня был коврик то что я без коврика не могу а такой был стеклянный стол типа он ее мог убить и а или скорее всего нет скорее всего она бы плохо бы схватывалась но у меня коврик было всегда с ковриком устройство связано безопасности для глаз то есть там реально лазер оборудование дальше расписано как она подключается именно в какой порт плохо так видно дальше кнопки расписано само естественно что до 12 кнопок и кнопки просто показаны да где они есть вот такая вот инструкция везде такая просто на разных языках и наклейки были наклейки можно менять то есть если вот у тебя стираются вот эти вот ножки ты их просто отрываешь и наклеиваешь новое и грузики были вот собственно на мышку муж так и мышку до сих пор не рассмотрели на 12 минуте только мышку смотрим на 100 удобно кто захочет посмотреть обзор сразу там всякие распаковки он все это про прогатает а потом дойдет увидит мышка появилась там в маленьком экранчике и сразу хопа становится на мышке такой скорпиончик нарисован длинный такой штекер genius потом полетеный такой провод идет заходит в мышку и собственно мышка так вы и ну правда она немножко грязновато сейчас попробую почистить я немножко протерли уже получше немножко стал она не сильно так вот она выглядит получается это два фонарика кнопки 1 2 колесико тоже кнопка на нем потом здесь собственно я здесь сам по-моему назначал ты можешь на любую кнопку назначить что тебе надо по-моему здесь у меня было переключение дырами здесь у меня громкость была по-моему я нажимал то есть играю раз мне громко стало и нажимаю системная громкости 6 стала или раз выше стала но здесь обычная клавиша типа вперед-назад как пользуешься типа вперед-назад правда она такая маленькая у меня она неудобно в руке лежала то есть я всегда не знал как подложить палец все такая вот мышка маленькая вот такая рука моя то есть она реально маленькая и у меня лежал так вот рука и я не знал куда пальцы девать типа ну два пальца понятно на мышке один сбоку один получается куда его ложить сюда а а этот куда просто здесь еще такая штучка ну вот он подъемчик такой здесь он для пальца как бы большой вот этот подъемчик вот он для пальца а здесь для чего типа вот с этой стороны для двух пальцев типа надо вот так держать так они там не особо удобно лежать и путь они не в вещи как-то так ну вот она так торчит получается если два там пальца лежат на этой штуке если один то тогда этот где-то должен висеть вот здесь вот этот должен где-то вот здесь висеть если два то они упираются в этот из в коврик и короче как-то я всегда так как-то так вот держал как-то так вот как-то я даже не помню какие у меня неудобно было на такая маленькая типа она красивая но маленькая и бракованная причем вся партия наверно этих мышек так вот я пользовался ей это вперед назад кнопки были у меня типа из то что ты держал неудобно у меня всегда пальцы ноешь как-то как я уже говорю как-то такой держал как-то так вот типа шапова ничего не торчало чтоб ничего как-то так вот держал из-за этого ноготь упирался вот сюда и в итоге за год он выгрыз такой вот яму выгрыз ноготь и сам интересно что это ноготь так вытера пол а здесь это был просто палец и он тоже вытер то есть здесь ноготь у ног с понятного быть острый но палец палец просто вытер и резину как так здесь тоже ямка здесь от ногтя здесь от пальцев это жестко здесь показывать индикатор дп чем выше тем она больше я назначаешься на какую кнопку переключать ну и общем здесь вперед назад у меня было здесь обычные мышки на кнопки типа левая правая здесь колесик а громкости не помню либо здесь была громкость у меня я назначал типа больше меньше да наверно здесь либо громкость было больше и меньше здесь дпл я был я менял а есть не помню что было тоже что назначало тоже какие-то функции назначал уже не помню какие давно это было здесь что назначал с этой стороны тоже вот она от пальцев загрязнилась и подсветочка там горит колесик горит по моему дпл горит здесь две штуки горят и по-моему скорпи или скорпи он не горит не помню и снизу снизу вот лазер такой он там находится и есть такая кнопочка открываешь а у тебя здесь грузики должны лежать ну а грузики собственно берутся из этой вот коробочки в этой коробочке мы мы что видим просто такая коробочка про гейминг стайл с кнопочкой пресс нажми куда нажать а вот на саму пластмаску нажать и она откроет и весь как такие как все равно патроны какие-то к автомату и вот они какие-то достаешь их я правда не знаю сколько каждый из них весит в общем чтобы мышка была тяжелее она и тогда он таки довольно таки типа не она легкая но в руки чувствуется как бы ну да что просто вставляю сюда грузики все чем они даже так не высыпаются и можешь все вставить их туда сколько тебя надо хочешь один ставь хочешь два и это уже утяжелить мышку то есть уставив чувствуешь тяжелее стало нуж calor те может и может быть проще было в играх контролировать это кажется что он слишком легкая быстро по коврику идет화란юса обслуживать нам пару грузиков отставил что же тяжелее стало все уже лучше или чувствуешь мало-мала типа нужен больше вещь чтобы точнее также ты две лишишь она пошла легко а так она будьте жалеете будет медлене двигатель сеть на курсов стрелках будет медленнее двигаться SE и ты будешь точнее нам водится каб Bot ну и ты сам определяешь, раз такую обойму сюда заряжаешь щелк и все, на эту кнопочку нажимаешь open и обойма открывается ну, трохи уже чувствуется тяжелее стало ну да, так полегче с грузиками ну так, по обойме все прям чувствуется уже такое ну да, уже такое прям чувствуется весик появился мне это тоже тогда понравилось что здесь есть грузики, что можно сам сделать ну да, реально уже чувствуется такая тяжеленькая прям нормально так если убрать ну, она уже вообще совсем легенькая стала по сравнению с грузиками, с такой обоймой реально, сзади как патроны, такие гильзы там же в гильзах реально такая точечка в середине стреляющий круг такой, ну типа реально похоже, круто смотрится ну, вот такая вот мышка но у нее еще есть программная часть на компьютере на компьютере есть у нее программа, которая, собственно, ей все управляет диск, который идет в комплекте, занимает всего 34 мегабайта это все, что на нем находится установочная программа запускаешь и она сразу устанавливает программу после установки сразу появляется на рабочем столе значок и запуская его открывается программа ну, вот сама программа, которая устанавливается на компьютер и здесь можно назначить клавиши все клавиши можно перепрограммировать то есть как я и говорил здесь у меня была громкость музыки вверх-вниз по бокам вперед-назад типа страница предыдущая следующая большая кнопочка посередине это было переключение DPI боковые кнопочки это переключение музыки в плеере кнопочка снайпер была то есть ты нажимаешь эту кнопку и держишь и пока ты ее держишь DPI максимально падает и ты можешь точно целиться в игре отпускаешь кнопкой и обратно прицел двигается как надо то есть в игре хочешь навестись точно, нажимаешь снайпер кнопку и держишь в этот момент максимально низкий DPI и ты медленно ведешь то есть ну так прикольная функция Отключение это я звук останавливал, ну то есть трек выключал, ну и колесико. И все можно как бы переназначить. Ну а чтобы переназначить клавиши мышки, вы просто нажимаете на нужную вам кнопку и открывается такая менюшка. И здесь вы назначаете уже функции либо мышки, это левая, правая кнопка средняя, предыдущая вперед. Функции офиса можно сделать, функции виндовса можно даже одной кнопкой копировать, а другой кнопкой вставлять, то есть довольно-таки быстро и просто. Треки можно воспреразводить, делать паузу, громкость больше-меньше. Отключение это, кстати, я там перепутал, это звук отключает, я так специально делал, чтобы можно было нажать кнопку и сразу весь звук в системе отключить, удобно, кстати. Я именно громкостью управлял плюс-минус и отключение. На макросы что-то такое, я не знаю. DPI можно регулировать, ну как бы такой удобный этот переключатель, больше-меньше DPI и снайпер. Огонь, то есть вы нажимаете на мышку один раз, а она стреляет. На какую-то кнопку один раз, а она стреляет в игре три или пять раз, ну либо сколько вы там настроите. Можно какую-то даже программу запускать одной кнопкой. Ну или, или, или просто менять профиля, который у вас здесь. То есть вы нажали кнопку и раз променялся профиль, и вообще все клавиши изменились, потому что вы сохраняете все ваши клавиши в профиле, и потом можете одна кнопка его поменять. Ну либо просто отключить кнопку. Такие настройки на всех кнопках вы сами выбираете, что вам там надо. То есть такие вот разные функции по профилям можно, то есть плавно сохранять, то есть свои, как бы, значения клавиш. То есть в одном профиле у тебя все так выглядит, раз переключился на другой, у тебя резко все поменялось, по-другому все выглядит. Ну то есть под нужной задачей. Удобно. Макросы тут тоже можно какие-то команды назначить, но я здесь не лазил. Дополнительные, вот типа открыть Explorer, заблокировать ПК, закрыть окно, ну тоже такое. Я думаю, может быть и нужно, но я этим особо не пользовался, мне хватало тех параметров, что можно здесь назначить. Здесь выставляешь скорость, передвижение мыши, чувствительность, скорость двойного щелчка, DPI настраиваешь. Все можно настроить, то есть другим образом. Ну и даже и свет. Здесь можно настроить подсветочку, как все будет выглядеть. Ну и вот подключил эту мышку. В данный момент их подключено две, потому что надо же как-то управлять курсором, а эта мышка, у нее не работает курсор. Ну и сейчас попробую показать, как свет здесь выглядит. Потому что получается, мы здесь все смотрели, кроме света. Ну вот, оно не горит здесь, оно и раньше не горело, хоть сейчас, хоть раньше. Вот так DPI переключается, то есть сейчас минимальный DPI, больше, 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 больше и самый максимальный. И обратно минимальный. Еще можно освещение включить. А скопиончик все-таки не светится. Светятся вот эти вот две штучки. Ну, мы просто берем, здесь у меня все выключено стояло, нажимаем включить, яркость. Пульсацию не включаем, только яркость. Потому что пульсация, она будет еще тогда иногда гаснуть и снова загораться. А нам это не надо. Поэтому мы делаем, сохраняем. Цвет у нас выбран. Причем можно выбрать, где какой цвет будет сверху. Вот красный. Колесико синее. И GX. Вот я вот думал, что светится. Скорпион или что? А GX светится. И отдельный свет. Подсветки снизу, это вот здесь. И все это можно, и все отдельно можно включить или выключить. То есть вот, все включаем. А здесь тоже включаем. Нажимаем применить. И оно должно загореться. Ну а дальше, для того, чтобы сменить цвет, выбираем нам нужный цвет и нажимаем применить. Но здесь не видно будет, поэтому я отображу экран в данный момент, чтобы это было видно. Таким вот образом происходит смена. Смена. Сейчас покажу. Нажимаем применить. И оно пишет какой-нибудь другой применить. Пишет погрузка. То есть, таким образом идет загрузка настройка в мышку. И мышка в момент загрузки гаснет, а потом загорается уже с нужными цветами. Таким вот образом это работает. Сейчас покажу это все с камеры. Ну вот, мы выбрали. Нажимаем применить. Пишет погрузка. И мышка. На ножек, кстати, светится. До этого она не светилась. Получается, она вот здесь светится синеньким. Здесь зелененьким. Здесь зелененьким и там красненьким. Пульсицу можно убрать. Можно сделать, чтобы она либо мигала. Либо медленнее, либо быстрее, либо вообще отключить мигание. И будет постоянно гореть. То есть, берем вот, например, пульсацию. Выключаем. И оно будет постоянно гореть. Яркость можно слабее сделать. Можно вообще отключить светодиоды. Ну и цвет. Цвет можно задать. Например, здесь выбрать какой-нибудь. Вот мерафиолетовый. Здесь. Мне нравился синий. Я всегда стал такой голубенький. Типа, такой синенький. Мне нравился. Ну или что-нибудь такое вот. Что-то такое вот было приятненькое. Все, нажимаем применить. Там уже погрузка. А здесь. Все, вот она. Кстати, не гаснет. Раньше она гасла на секундочку. А потом загоралась цветами. А сейчас прям не гаснет. Горит, горит. Потом резко раз цвета меняет. Ну вот оно. Здесь такое голубенькое. Кстати, круто смотрится. GX Gaming. Здесь голубенькое. И здесь вот оно фиолетовое. Ну почему-то мигает. Хотя я пульсацию. А нет, не отключил. Я же другой профиль выбрал. Ну да. Так, выключусь пульсацию. Еще раз применить. На погрузка идет. И? Грузим, грузит. Все. А, это для каждого цвета. Это отдельно выбираешь. Типа, здесь будет ли мигать. Здесь будет ли мигать. А, я для верхнего нажал не мигать. Точно. Ну а теперь можно убедиться, что действительно. Что-то мигает. И она уже теперь, кстати, по-разному мигает. Но теперь, по идее. Хотя нет, пульсация выключена, все равно мигает. Ну, видимо, нужна перезагрузка. Потому что я эту мышку подключил. Спустя 5 лет ее программа уже с ней не хотела работать. Заново установил для нее драйвера. Заработала. Но потребовала перезагрузку. Я еще не перезагружал. Ну, в общем, вот она уже и не мигает. Оказывается, причина была в... Неправильной настройки программы. Здесь, получается, у нее пульсация, когда стоит, выключена. Ничего не должно мигать. А я попробовал поставить, посмотреть, что будет, если поставить самую высокую. Поставил, а оно, наоборот, перестало. Перестало мигать. Здесь перепутано как-то. То есть, при высокой оно должно быстро мигать. При выключенном, вот оно в конце, если выключено, оно не должно мигать. И у меня было выключено, оно мигало. А теперь уже я поставил высокую, а оно не мигает. Вот здесь что, перепутано. Я уже пробовал компьютер перезагрузить. И программу удалил заново, поставил с диском. Не помогло. А вот когда я поставил высокую, тогда оно уже перестало мигать. Еще сюда залез. Думал, может попробовать чистый тенец дополнительно поставить. Поставить, может, вдруг заработает. Но в итоге, вот эта мышка, которую я сейчас пользуюсь. Вот эта. Стала шустрее так двигаться. Прям как-то так. Ну, как-то так прям шустрее стало. Может быть, не должно быть две мышки подключено. Она, может быть, не знает, какую мышку ей программировать. Может, типа, они как-то мешают друг другу. Может, в этом вся причина. Ну, а эта мышка вот она так вот выглядит. Это уже не мигает. GX Gaming. Горит. Здесь горит синим. Это я задал цвет. Можно любой задать. Красный, зеленый, там, фиолетовый. Здесь тоже задал фиолетовый. Горит. Уже тоже не мигает. Вот он. Тоже когда мигает, он как-то напрягает. Постоянно мигает, мигает. Колесико постоянно горит. Колесико и GX. Они одновременно. Одинаковый цвет у них. Ну, и сзади вот. Любой цвет задаешь. Можешь вообще выключить. Я бы выключал, потому что как бы вот эту, я вот переднюю подсветку выключал. Потому что она всегда вот так стоит. И ты даже не видишь, что он сперед делается. И заднюю выключал, потому что рукой всегда закрыто. А на колесике, и, соответственно, здесь оставлял, потому что это одна подсветка. Потому что колесик ты видишь периодически. Ну, как бы. То есть, там у тебя закрыто рукой, и ты не видишь. Вот эти две штуки закрыты. Колесико видишь. Ну, и эту штучку GX тоже видишь. И спереди там не видишь. Поэтому я их переднюю, заднюю выключал. Только колесико оставлял. Вот. Так вот оно работало. Кстати, еще. Это получается вторая мышка. Первая мышка мне пришла такая. Она. Первая мышка эта пришла, когда она месяц поработала. Я ее сдал по гарантии, пришла эта. Эта тоже месяц поработала. И тоже сломалась. Думаю, во, у меня не ведет с этими мышками. Но в итоге я взял сюда вот подул со всей силы. И там, видимо, как будто была грязь какая-то. Она выдвалась, и мышка заработала. И год проработала. Я так подумал, может, и предыдущий надо было так сделать. А потом, уже через год, когда она опять сломалась, перестала реагировать на движение. И опять дул, 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 дул. Ну, в итоге, так она до сих пор и не работает. Ну, вот так что, такая вот мышка. Печалька, конечно, так-то она работает, но курсор не реагирует. Все вроде работает и программа, и мышка, но сам этот датчик, лазер этот, уже не работает. Все уже. Такие дела. Кстати, сложно не согласиться. Выглядит круто. Реально круто смотрится. Но на данный момент это все, что у нее есть. Функциональность отсутствует. Ну, самая главная функциональность. Ну, на этом все. Всем пока, до вам.